А вот какие убытки нанес в стране свирепствующий третий день вирус Петя А пока не установили. Нацполиции только подсчитали количество обращений. Их около полутора тысяч. От банков, торговых сетей, предприятий и обычных пользователей. В Кабмине, к примеру, сегодня заявили о повторной кибератаке, но ближе к вечеру все опровергли. Кто же автор кибератаки, кто ее возможный, исполнитель и кому она была выгодна? Разбиралась Ирина Романова. Во счет банки, который во вторник тоже подвергся кибератаке, сотрудники сегодня работают в консультационном режиме. Зарплаты и пенсии пока не выдают. Оплатить коммуналку нельзя. Когда банк вернется к полноценной жизни, при службе сказать не могут, но успокаивают. Деньги клиентов в сохранности волноваться не стоит. Не покладая рук, уже третий день трудится и атишник информационной службы Интера. ПТА заразил половину серверов, говорят в эти отделе. Больше всего пострадали офисные документы. И хотя выпуск новостей обеспечили сразу же, попотеть борцам с вирусом еще придется. На текущий момент процентов 40 восстановлен. Повреждены были загрузочные диски, системы были переустановлены, восстановлены с бэкапов. Все заработало. Шифровка данных, файлов с данными. Вот это проблема. То есть пока на текущий момент ключа для расшифровки нет. ПТА-вирус куда более опасный, чем его предшественник, с которым украинцы познакомились два года назад. Если в ванна КРА использует один вредоносный код, то Петя атакует компьютеры сразу тремя. Прокомментировал случившийся главный эксперт ООН по киберпреступности Нил Уолш. Поэтому и дешифровать его куда сложнее. По его словам, новая атака угрожает всем предприятиям и частным пользователям сети. Всем экономикам и государствам. Без исключения. Свидетельство этому уже атакованные вирусом индийские порты, российские нефтяные компании, а также страны Европы. Впрочем, туда он проник именно из Украины, уверены в Федеральном ведомстве по безопасности информтехники Германии. Здесь же опасный вирус распространили через обновление хорошо известной всем бухгалтерской программы Медок, которую компании используют для передачи отчетов в налоговую. Украинские эксперты уверяют, программа Медок тоже стала жертвой внешнего заражения. Как утверждает Майкрософт в своих технических блогах, сервера Медка, они пострадали в первую очередь. Очень сильно сомневаюсь, что это украинские хакеры, и скорее всего, что это не хакеры. И я не исключаю того, что это возможно где-то со спецслужбами связано. Ну, российскими, скорее всего. Судя по тому, что пострадал в первую очередь корпоративный сектор, я могу предположить, что это целенаправленная атака на экономику Украины в целом. Автор этого вируса пока неизвестен. Это модификация, новый вариант старого вирусовымогателя Петя, который, как уже установлено, российский. Но конкретно эта атака пока непонятно, откуда исходит. Уже очень многие страны, не только Украина и Россия, но и Испания, в Франции, в Америке появились многие жертвы в Голландии, в Дании и в других странах. Однозначно можно говорить, что данный вирус не преследовал коммерческую сторону составляющей, потому что уже известно, что даже если туда отправить деньги, вы не получите код активации. Я не буду говорить, что это там для экономических каких-то угроз. Я больше все-таки считаю, что это для моментов определения, насколько мы можем быстро справиться с такого рода кибератаками. В киберполиции сегодня читались жалобами на вирусную атаку, обратились уже полторы тысячи компаний, частных и государственных. Сами не справляются. Привлекли специалистов из-за рубежа. Специалисты киберполиции вместе с проведенными фаховцами отчизненных IT-компаний, а также с рубежных организаций, как компания Cisco и Europol, докладают максимум усилий для подозрения последствий, а также работают над созданием декриптора для расшифровки файлов, которые были уражены, инфекированы и зашифрованы шкодным программным обеспечением. А так, как говорят эксперты, в очередной раз показала, что кибербезопасность в Украине не на высоте и советуют работодателям не экономить на специалистах. Специалистов, конечно, нужно врать. Нужно для начала понимать процесс распространения вот этого вируса, как он прошел через кучу систем лицензированных. А пока в компаниях ожидают дешифровальные программы и подсчитывают нанесенный ущерб. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.